Добрый день, дорогие студенты! Добро пожаловать на урок русского языка! Сегодня мы с вами пройдем новую тему, называется предлоги. Цели и задачи урока – познакомиться с предлогом как частью речи и его ролью в предложении, знать, какие бывают предлоги, научиться правильно их употреблять. Части речи делятся на самостоятельные, служебные. К самостоятельным частям речи относятся имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, причастие, деепричастие, наречие и местоимение. К служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же предлог. Итак, что же такое предлог? Предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи существительного, числительного и местоимения с другими словами в словосочетании и предложении. Например, «на улице шёл дождь». Предлог «на» в данном случае связывает существительное улице с глаголом «шёл». Предлоги передают те или иные значения вместе с окончаниями неизменяемых самостоятельных слов. Например, «нахожусь в институте», «иду в институт». Предлоги не являются членами предложения, но входят в состав членов предложений. Например, «на улице шёл сильный дождь». Предлог «на» входит в состав обстоятельства улицы. «На улице». Предлоги не изменяются и пишутся одинаково. Необходимо отличать предлог от приставки. Как мы уже знаем, предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи существительного, числительного и местоимения с другими словами в словосочетании и предложении. Например, «учиться в институте», «встретиться с ней». Представка – это морфема, стоящая перед корнем и придающая слову новое значение. Например, «уезжать», «приезжать». Чтобы не спутать друг с другом приставку и предлог, надо знать, что предлоги никогда не употребляются при глаголах. Приставки же при глаголах употребляются часто. Например, «подучить», «записать», «написать». После предлогов можно поставить вопрос «На чём?» «На столе», «с кем?» «С сестрой», «из чего?» «Из лейки». Между предлогами существительным и местоимением числительным можно вставить ещё какое-нибудь слово. Например, «на высокой горе» в медицинском институте «над задачей», «над сложной задачей», «под звёздами», «под яркими звёздами». «Предлоги делятся по значению», «по происхождению» и «по составу». «По значению предлоги делятся на временные». Это предлоги, которые указывают на время, например, в понедельник, после завтрака. «Причинные», которые указывают на причину, например, из-за плохой погоды. «Пространственные», которые указывают на место, например, в институте, на улице. «Образодействие», которые указывают на образ действия, например, читать без выражения. «Целевые», которые указывают на цель, например, для подарка. И «Дополнительные» или «Объектные», которые указывают на предмет, на который направлено действие, например, «тест по русскому языку» «забыть про неприятности». По составу предлоги делятся на простые, которые состоят из одного слова, например, «к», «на», «около». Составные, которые состоят из нескольких слов, например, «в течение», «продолжение», «во время». По происхождению предлоги делятся на непроизводные, необразованные от других частей речи и производные предлоги, образованные от других частей речи, например, «в течение», «продолжение», «благодаря». Предлоги отличаются от наречий. Предлог не является членом предложения. Предлог можно заменить другим предлогом. Наречие нельзя заменить другим предлогом. Например, «телевизор стоял посередине комнаты». Здесь можно заменить посередине предлогом «в». Например, «телевизор стоял в комнате». «Телевизор стоял посередине». Здесь посередине – это наречие. Мы не можем его заменить предлогом. Итак, ребята, сейчас мы поработаем с вами с упражнениями. Задание первое. Вставьте подходящие по смыслу предлоги данных в данное предложение. Посмотрите внимательно и вставьте подходящие по смыслу предлоги. Итак, задание второе. Выберите нужный предлог и слово в данных скобках и вставьте их. Домашнее задание. Обязательно спешите и перепишите данную таблицу. Используемая литература. Еще я хотела бы вам показать учебники, в которых вы можете найти дополнительную информацию. Вот такой учебник есть. Называется «Синтаксис современного русского языка». Еще такой учебник вы можете тоже использовать, пожалуйста, «Современный русский язык». Редактор Розенталь, Голубь и Теленкова. Также есть методичка. Учебное пособие называется «Интенсивный курс русского языка» Гусева и Румянцева. Итак, дорогие студенты, спасибо вам за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова